Кто-то может сказать, ну мы видим с вами важность его сплоченности в намазе рядов, потому что это ведет к сплоченности сердец. Некоторые жалуются, говорят, а что делать? Иногда вот так вот хочешь встать плотным рядом, присоединяешь свою ногу к ноге соседа или плечо к плечу соседа, он раздражается. И люди раздражаются, если ты приставляешь свою ногу к его ноге. Как будто бы они ослы, которые разбегаются, убегают от льва. Так не хотят, так не нравится им это. Представишь, если свою ногу, стопу к его стопе, он убирает свою стопу. Что делать в таком случае? В таком случае, сунна, ты стой на своем месте. Твоя задача, смотрите, если ты стоишь справа от имама, значит ты приблизься к тому человеку, который слева от тебя. Представь свою ногу к его ноге, представь плечо к его плечу. Хорошо? Потом тот, который справа от тебя, он также к тебе должен приблизиться. Представить свою ногу к твоей ноге, плечо к своему плечу. То есть ты заботься о чем? Твоя забота, это приставить ногу к тому, который стоит, что слева от тебя. Если ты справа от имама. То есть тому, который ближе к имамам. Это твоя забота. Что касается того, который справа, это уже что не твоя забота. Это уже его обязанность, что приблизится к тебе. Если ты, наоборот, слева от имама стоишь, значит ты должен уже заботиться о том, чтобы, к тому, который справа приставит свою ногу к нему или к плечу, к его плечу. Ну а если убирает, если отдаляет свою ногу, убирает свою ногу, ты не расставляй ноги широко. Некоторые начинают так, он убирает, а тот приближает. Тот убирает еще, а тот еще приближает. И потом растопыривает так вот ноги, расставляет широко. Нет, ты ноги держи в естественном положении. То есть как, чтобы боковая поверхность стоп, она была на уровне, что, твоих плеч. То есть на одном уровне, с твоим телом. Вот так вот, держи. А если он убирает, ну что, ты за него не ответственный. Ты за него не ответственный. Если он не хочет, то расчет его на Аллах. Субханава Тааля. Но, не значит, что мы оставляем людей вот так вот, не обращаем внимания, оставляем их в неведении. Нет, мы им разъясняем, мы обращаем их внимания, мы учим их, не всякого сомнения, учим. Суньи, пророк, алисаратусы. Потому что многие делают это почему? Почему? Или большинство почему это делают? Потому что не знают просто сунны. Да, есть некоторые действительно упрямцы, которые знают сунну, но все равно вот фанатично преданы там своему мазабу или чему-то и не хотят, да, представлять ногу. Но большинство же людей просто не знают. Им говорят, что это вот придумали там, ахабиты или еще кто-то. Поэтому ведут себя так. Поэтому учить надо людей сунне. Вот эти вот хадисы упоминать им пока люди не обучатся. Потому что действительно их никто не учит. Это наша с вами обязанность. И невозможно людей всех за один день и за одну ночь всех сделать, что на Куране и сунне, что все держатся Куран и сунне. Это требует времени, требует терпения.